здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас 51 уроке видеокурса уникальные виджеты adobe muse мы добрались с вами до очень классной темы это таймеры сейчас перед вами открыт вот такой вариант таймеров с такими кругами практически все настраивается и многие люди многие писали что таймер нельзя разместить один тот же на одной странице так вот вы сейчас видите один тот же таймер с разным временем прекрасно работает значит можно разместить сколько угодно их таймеров в этом плане конечно же вы обрадуетесь если вам нужно несколько таймеров на одной странице давайте перейдем в adobe muse и посмотрим настройки данного виджета и так я переношу виджет на холст тут достаточно много настроек некоторые не влезли я потом вам экран опущу вниз чтобы вы видели другие настройки и изначально смотрите вот давайте на нее посмотрим как он выглядит изначально ну выглядит изначально он вот таким образом здесь уже на ваше усмотрение как настроить его и первое у нас настройка анимация здесь есть два варианта вот чтобы понять лучше вам сразу я покажу вот первая анимация у нас движение наши полоски весь вот секунды движется вместе с секундами резко видите резко переходит вот если мы здесь в анимации выберем вот этот мун вариант то будет плавный переход вот этой вот полоски вот вы видите она просто течет тут уже на ваше усмотрение как вам больше нравится дальше интересный вариант то есть как вот этой полоски двигаться то есть у нас например сейчас она движется по часовой вот это против часовой а вот этот вариант вообще начинается с двух сторон полоска вот это появляться давайте посмотрим вот смотрите она начинается двигаться и слева и справа вот видно начать как бы заполняется да здесь уже на ваше усмотрение также я возьму вот этот вариант вот этот параметр это как бы откуда начинать в этой полоске двигаться вот даже здесь в дымом мы видим то что она начинается ровно середины нашего круга если вы здесь вот вы уберете 0 увеличится например 50 то вот это начальный старт он сдвинется и начнется как бы с другого места но давайте попробуем поставлю 50 и посмотрим до чтобы нам лучше было видно нам нужно вот здесь вот выбрать другой вариант вот обратите внимание видите вот это начальный уровень он сдвинулся на 50 то есть он был у нас по центру теперь идет как бы здесь уже смотрите также на ваше усмотрение смотрим дальше вот это вот с этим параметром тут аккуратнее буквально 0203 прибавить это у нас идет толщина наши вот этой вот заполняющиеся линии до анимированный текст color это соответственно текст и цифры меняется здесь я беру свой цвет соответственно ниже можно выбрать шрифт для вашего текста вот такой интересный шрифт ну остальные настройки уже все просто смотрите вот в этих настройках мы можем просто вот так вот снять галочку и все параметры вот эти отключится то есть это отключится вот даже здесь видно вот этот background где заливается наш полоска да из получается у нас будут эти анимированные части двигаться без нее но я ее оставлю и возьму свой цвет также для этой же полоски тут же опасите прозрачность поставлю единицу чтобы прозрачности не было и бэкграунд ширина то есть видно что она толще чем заполняющая линия я сделаю единица и тогда она будет одного размера давайте посмотрим вот сейчас она одного размера можно сделать ее тоньше тоже эффектно смотрится и дальше уже вы можете отключать вот это дейс это дни host часы минуты минуты секунд секунды например вам не нужно дни отключайте дни и у нас остаются минуты часы секунды да и здесь есть один нюанс здесь почему-то не работают русские буквы то есть смотрите вывод в этих полях можете заменить на русские названия например там были у нас часы пишем часы как бы здесь прописывается все но у нас не меняется в самом виджете видать разработчики не рассчитывали это для русских но я написал в техподдержку конторы newsgain возможно они это исправят не расстраивайтесь потому что у нас впереди еще несколько виджетов от этой конторы таймеров возможно там у них эта ситуация выглядит наилучшим образом и соответственно выводить уже напротив каждого пункта дни часы минуты понятно что вы можете отключить сняв галочку напротив также можете прописать в принципе можете не писать по-русски потому что не работает здесь русский язык и цвет поменять для каждого элемента часы минуты секунды то есть я сейчас поменяю у всех так я сдвинул область экрана чтобы вам показать настройки которые не входили у нас не влазили в экран значит вы его здесь меняете все цвета и вот у нас не влазил в экран принципе основное наверное в этом видите вот видите конец времени то есть вы здесь ставите туда дату до какой даты двигаться вашему таймер то есть когда заканчивается ваш таймер да то есть например там ваша акция когда она заканчивается то есть здесь пишите год месяцы дни минуты точнее часы и минуты задаете время и до этого времени таймер будет тикать вот они в принципе все настройки также продублировать виджет вы можете просто зажать клавишу alt и продублировать вот так вот виджет и там изменить какие-то еще настройки или оставить те же самые если на одной странице в разных местах вам нужно несколько таймеров давайте посмотрим вот вы видите да оба таймера они у нас работают на этом здесь все и увидимся с вами в следующем уроке